Всем привет, с вами Настя. Я недавно видела на ютубе видео, когда блогеры показывают свои рисунки с детства. Так что сегодня я тоже хочу показать вам, каким художником я была в детстве. Поехали! К сожалению, вот эта вот стопочка, это все рисунки, которые я нашла. Я все-таки надеюсь, что их больше. Мне вообще мама сразу сказала, Настя, ты не любила рисовать в детстве. Все рисунки, которые сохранились, это те, которые тебя заставляли рисовать в садике. Не любила я рисовать, что поделать. Но все равно спасибо большое маме, что сохранила хотя бы вот это вот. Ну что ж, давайте смотреть. Первый рисунок, который лежал, это открытка. На открытке нарисована девочка с рыжими волосами и хвостиками. Походу, я с детства хотела стать рыжей. И вот эти вот шторы, которые вы сейчас видите вверху девочки, я рисовала на каждом рисунке. На самом деле, какие у меня мысли были в голове? Девочка стоит, и я так поняла, что на земле. А шторы здесь при чем? Открываем. Светлана Анатольевна. С любовью, мама. Что? Merry Christmas, love, Анастасия. Похоже, что с английским у меня плохо с детства. И на самом деле, я не помню, в каком возрасте я рисовала эту открытку, но это нужно продавать за миллионы маме, потому что там подписано. Ладно, смотрим дальше. Так, следующее, я не знаю, что это, но это что-то из цветной бумаги. И вот видите здесь блестяшки на вот этих вот сердечках? Мама купила такие маленькие чубики, в которых были блесточки. Они были, как я помню, серебряные и золотые. Да, эти блестяшки присутствовали везде. Поздравляю с днем святого Валентина. Уже хорошо. Писать научилась. Но знаете, можно было бы, конечно, написать на весь лист сзади, да? Но нет, я написала скромненько, вверху. Идем дальше. Блесточки и сердечки. Говорю же, были везде. У-ху! Желаю счастья, здоровья, любви и радости. Я так понимаю, это продолжение прошлой открытки, да? А чем мелочиться? Зачем одна надо две? Это от меня вам. Шучу? Нет. Я блестинками даже смайлик нарисовала. Поздравляю с дном святого Валентина. Сердечки! Сердечечки! Сердечушки! До сих пор помню, чтобы не оставалось лишнего места, я обрисовывала все карандашом. И считала, что это как фон. Дорогая мама, я типа люблю восклицательность. Очень! И жирная-жирная точка. Такая прям как я. Вау! Клей! Следующий рисунок не менее интересен. Картина называется «Я и зима». Я снеговик. Зачем вообще тратить краски и карандаши, если есть блестинки? А еще, кстати, смотрите, какой снеговик. Он показывает дизлайк. А вы ставьте лайк. Это круче квадрата Малевича. Вау! Какая прелесть! Это нолики. Я ручку, походу, расписывала. Что же это такое? Давайте думать, что это динозавр. Но это красиво, наверное. Смотрим дальше. Я даже не знаю, как его прокомментировать на самом деле. Я не понимаю, почему они здесь все одинаковые. И что за кружочек у них на теле? Пупок, что ли? Ноги у них синие и зеленые, и голова фиолетовая, и улыбка голубая. Красиво, цветное и все такое. И последний рисунок на сегодня. Похоже, у меня была либо попытка номер два, либо попытка еще одна расписать ручку. Зато я ручку расписала красиво. Ну а на этом все. Ставьте лайк этому видео, если вы были таким же художником, как и я. Но если вы не были таким же художником, то все равно ставьте лайк. Ну а с вами была Настя. Подписывайтесь на канал и не забудьте поставить лайк этому видео. А также ставьте колокольчик, чтобы смотреть мое видео первыми. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока.